здравствуйте уважаемые друзья вечер за бортом минус 11 градусов мы сейчас находимся на границе беконсфилда и киркланд это новость айленд и здесь такой типичная одноэтажная америка который вы знаете по разным сюжетам господина поздно и такой маленький вопрос и маленькие мысли по поводу того что много ли в канаде людей с вич причем того что канада известна своей терпимостью к людям с нетрадиционной сексуальной ориентации и как они собственно приезжают как пускают сюда и так далее начнем с того что на самом деле в канаду приехать свеч практически невозможно но как всегда дьявол кроется в деталях почему невозможно потому что существует перечень медицинских заболеваний которые делают человека недопустимым в канаду исходя из соображений национального здоровья царство думает о своем здоровье распространение и такое прочее поэтому ты не можешь приехать ибо ты можешь распространить эту самую болячку на других людей и другой момент это то что лечение или купирование определенных заболеваний слишком дорого стоит мы с вами говорили о том что раньше эта сумма была порядка шести тысяч долларов в год а сейчас эта сумма увеличена до почти 20 тысяч долларов в год но все равно это очень много и даже несмотря на то что это много все равно это не покрывает все затраты которые понесет система здравоохранения для лечения или для оккупирования болезни типа типа спида поэтому собственно приплываем к самому важному в каких ситуациях каких моментах ты или человек который болеет этой болезнью может быть освобожден по большому счету от того чтобы тебя отсеяли по причине болезни по большому счету это связано только с двумя группами людей первая группа людей это те которые приезжают в канаду в качестве беженцев то есть им не могут отказать на основании того что они болеют какой-то очень хорошей болезнью в праве получить статус в канаде и второе вторая категория это гуманитарно-сострадательная категория называемая H&C Communitarian and Compassionate Considerations при этой ситуации тебя тоже тебя обязательно проверяют на медицину то есть проверяют состояние здоровья но при этом сказать что ты не можешь быть допущен в канаду ты уже в ней находишься да на самом деле и и тебе откажутся в статусе получения резидента на этом основании тоже не имеют права потому что эти две категории они освобождены от любых показаний такого рода так что вот в канаду приехать с гепатитом спидом туберкулезом сифересом и прочими заболеваниями нельзя за исключением тех двух случаев про которые сейчас сказал так что люди которые сюда приезжают либо они приезжают с этими заболеваниями в гуманитарке либо они приезжают как беженцы либо они уже приобретают это все здесь либо другой момент что они скрыли на момент прохождения процедуры свои заболевания медкомиссия это не показала такое тоже бывает и соответственно они приехали как здоровые люди вот что по этому поводу хотел вам сказать зим откланиваюсь всем хорошего дня и счастливо пока